Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Познаем Западную Армению в Остан. Если суд не предпримет немедленных мер, армяне Арцаха столкнутся с невозможным выбором. Киракусян в суде ООН. МИД Республики Армения выразил глубокую обеспокоенность в связи с нападением на армянский патриархат Иерусалима и армян. Представители Красного Креста в январе посетили армянских пленных в Азербайджане. В Москве запрещен концерт ансамбля НЖД «Гагик Генусян». Одна из улиц Еревана названа в честь датской миссионерки, спасшей армян в годы геноцида. Особенности армянского ковра. Поселение Востан Западной Армении в разных источниках умовиналось как крепость, село, город. С древних времен бассейн озера Ван был центром общественности, одним из самых населенных регионов армянского Нагоря. На берегах озера Ван образовалось более 10 городов и сел, один из которых – Востан. Востан означает «царское поместье, властелин столица». Исторический город Востан, руины которого в наше время местные жители называют Херишат, располагался недалеко от южного берега озера Ван, напротив острова Ахтамар. Окружен фруктовыми садами с ароматными источниками и красивыми садами. С 4-5 века Востан была резиденцией министра в Раштуняц. Позже, во второй половине X и в начале XI века Востан вместе с городом-островом Ахтамар был старицей царства Арцруняц-Васпуракана, в новое время – центром Гаваши Ванской республики. Как и в прошлом, жители занимались садоводством, рыболовлей, ремеслами и розочной торговлей. Востан – один из известных центров письменности средневековой Армении. До Первой мировой войны был армянонаселенным, имел 35 армянских сел. В 1916 году жители вместе с отступающим русским войском эмигрировали и обосновались в Восточной Армении. Если Международный суд ООН не припримет немедленных мер, коренные армяне Арцаха столкнутся с невозможным выбором – покинуть дома предков или остаться и умереть от голода. Об этом в ходе слушаний в суде ООН по иску, подданному Армении против Азербайджана в рамках производства комитета по ликвидации расовой дискриминации, заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егешеки Ракусян. Армения требует, чтобы Азербайджан прекратил поддержку так называемых демонстраций, нарушающих движение по Бердзорскому коридору в двух направлениях, дал гарантию бесперебойного движения и прекратил нарушение поставок природного газа и других общественных услуг в Арцах. В выступлении Егешеки Ракусян отметил, была надежда, что включенные в просьбу вопросы разрешатся при вмешательстве ООН и Совета безопасности, но Азербайджан, похоже, настроен удушить проживающих в Арцахе коренных армян. Ракусян процитировал также следующие слова Алиева, если кто-то не хочет быть нашим гражданином, то дорога открыта, они могут уехать под эгидой миротворцев или на автобусе. Другими словами, коренные армяне не могут въехать, могут лишь покинуть Арцах. Таким вопиющим действиям этнической чистки в наши дни нет места. Этот суд – последняя надежда для армян Арцаха. Министерство иностранных дел Республики Армения выразило глубокую обеспокоенность в связи с недавними актами насилия в отношении христианских учреждений Иерусалима. Как сообщает Армен Пресс, пресс-секретарь МИД Республики Армения написал в микроблоге Твиттер. «Мы глубоко обеспокоены недавними актами насилия и вандализма в отношении христианских религиозных учреждений Иерусалима, в том числе армянского патриархата и армянских жителей старого города». Ранее глава армянского патриархата Иерусалима, отец Аган Гокчан, сообщил, что в Иерусалиме пытались подняться на крышу армянского патриархата, снять флаги крестоносца и Армении. Также дважды совершили нападение на армян. Ранее еврейские экстремисты напали на армянский ресторан в Иерусалиме. От начавшейся против армян кампании в основном страдают изгнанные армяне. Мы должны принять меры, пока не столкнулись с более сложными проблемами. Представители Международного комитета Красного Креста в январе посетили армянских военнопленных в Азербайджане. Информацию сообщила руководитель программ по коммуникациям и профилактике армянского офиса Красного Креста Зара Аматуни. Во время визита пленам позволили связаться с семьей по телефону. Также были переданы письма и видеозапись. Западная Армения осуждает подобные действия Азербайджана, призывая международные структуры, в том числе Международный комитет Красного Креста, на родину. Боец освободительной армии, председатель культурно-образовательной общественной организации Карин, заслуженный деятель культуры Республики Армения Гаги Геносян написал на своей странице в фейсбук. Сегодня в Москве запретили концерт армянской национальной танцевальной группы НЖД под девизом «Мое имя – борьба». Не имея повода запретить концерт, посвященный празднику армянской армии, поступили следующим образом, заявив, что в концертном зале размещена мина. После нескольких часов, проведенных на морозе, зрителям и участникам группы НЖД было объявлено, что концерт провести невозможно. Будем следить за дальнейшим развитием инцидента, поддержим танцевальный ассамбль НЖД. Невозможно погасить то, что, по сути, неугасимо – дух армянина. В Ереване состоялась торжественная церемония открытия улицы, названной в честь Марии Якобсен – датской миссионерки, великого гуманиста, большого друга армянского народа, подарившей вторую жизнь тысяча армянским сиротам. Мы очень ценим людей, которые в самые тяжелые моменты были рядом с армянским народом. Мария Якобсен – одна из тех, кто в годы геноцида спасла и обучила тысячи армянских детей. Думаю, это маленькая дам памяти, которую город может и обязан дать этому человеку. Мы должны помнить таких людей в странице истории, чтобы наши дети и внуки знали их, отметил заместитель мэра Еревана. На мероприятии присутствовали чрезвычайные полномочные посол королевства Дании в Армении, потомки Марии Якобсен, представители музея института геноцида армян, представители офиса главного уполномоченного по делам диаспоры центра Марии Якобсен, члены Совета Старейшин Еревана, представители интеллигенции и прочие официальные лица. Западная Армения высоко ценит спасение армян в годы геноцида. Это типичный пример гуманизма, который, несмотря на трудности того времени, садма отверженно помогает сиротам, попавшим в виду. Армянская Нагорье – один из ревнейших центров ковроткачества. Армянский ковер в разных регионах имел своеобразные названия. Примечательно иное название ковра – хали или гали, которое происходит от арабского названия калекала города Карин, известного своим богатым ковровым искусством. Армянские ковры имели гармоничную окраску благодаря красному, белому, синему, зеленому, желтому и разновидностям оттенков. Желтый цвет получали используя цветы желтой окраски. Красный – из кармир вортан. Из корлупы грецкого ореха – зеленый. Кожура галаната служила черным цветом. В средние века популярность армянских ковров во многом была обусловлена оттенками, полученными из вортан Кармира. Благодаря этому в эпоху арабского халифата армянские ковры называли красные ковры. Отличительной особенностью армянских ковров была овечья шерсть бальбас, используемая в качестве основы. Также шерсть ангорского козла. В регионах, где развивалась обработка хлопка и шелка, широко применялись шелковые нить и хлопок. Главная особенность армянских ковров – орнаменты. Каждый орнамент имеет свое значение и символику. Армянские ковры несут в себе большое количество ритуальных, изобразительных и идеологических орнаментов. Орнаменты широко использовались в скульптуре, миниатюре, архитектуре и производстве серебряных изделий. Различные виды ковроткачества были наиболее распространены в провинциях Западной Армении. В годы геноцида, когда коренные армяне были вынуждены переселиться в другие страны, увезли с собой эту отрасль культуры и продолжили развивать культуру других стран. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!